Всем привет, мои хорошие, меня зовут Алексей, игровой канал, и сегодня я начну прохождение Волсен, долго-долго-долго-долго-долго я ждал начала записи прохождения, по причине того, что у меня то одно, то второе, и эта игра уже вышла, по-моему, как несколько месяцев назад, так и иначе она была 2-3 года в разработке, в раннем доступе в стиме, я записывал по ней разные видео, и обалденно-обалденно, что я могу сказать, экшен-рпг на максималочках на движке, по-моему, CryEngine, и вот, что первое, хотелось бы сказать, есть небольшие проблемы с текстом, по причине того, что официально локализации нету, то есть, получается, локализацию делают фанаты, потом отправляют разработчикам, они уже заливают в клиент стима, и могут быть небольшие проблемы, но, опять же, это нас, пожалуй, не останавливает, да? Давайте создадим персонажа, есть уже какое-то дополнение, обалдеть, да, да, о, брутальный парень, ага, поехали, ну что, остается настроить нашего персонажа, внешность персонажа готова, и можем двигаться дальше, то есть, получается, нам изначально нужно выбрать тот класс, персонажа, которым будем сражаться, Ну, опять же, забегу вперед, здесь, в принципе, как в Path of Exile, ты можешь выбрать, допустим, того же воина, а потом уже прокачать мага, да, или, допустим, взять того же стрелка, а потом уже сделать воина, то есть, это лишь говорит о том оружии, которое тебе дают изначально, не более того. О, брутальный парень, ха-ха, давай. Имя персонажа готово, и, пожалуй, можем начинать. Я, кстати, создал персонажа вне сети, прикол в том, что здесь, получается, два типа режимов. Ты можешь создавать персонажа вне сети, но тогда ты не можешь потом играть в какие-то активности с другими игроками, то есть, получается, либо ты создаешь персонажа онлайн, и потом можешь бегать в онлайне, да, либо создаешь персонажа соло, и тогда тебе не требуется подключение к интернету, допустим, да, но, опять же, потом этим персонажем ты не можешь бегать с другими игроками. Ну, так иначе, давайте начинаем. В начале, разумеется, небольшие ролики. Если ты не сможешь уничтожить меня, как ты планируешься уничтожить силы, которые питаются и проживают на людей? Вновь! Ты... ты не чувствуешь боли? Я чувствую, в порядке. Просто как я чувствую о твоей. Судьба... Победа... Победа... Судьба... Преком, что ты, больше всего неOME, научешь это преимуществить. Моя грибоками привозят плачь от них, всегда. Сыркаем новую родину... Только для меня усиливает. Ты... Судьба... А вот... Судьба... Судьба... Сьи... Судьба... Эта боль у вас сделала сильнее. Плодные солдаты Республики, пирожные, лечения, лечения, где-то там все осталось. Дети Хемлок. Мои дети. С уважением, что мы здесь делаем? Брады Дорн уничтожили одну из наших кейпов два недели назад, и мы еще не двигаемся против них. Наша шага предупреждает, чтобы мы retaliаем. Девушки отдыхают. Ну что, ребята, собственно, проще говоря, как всегда, есть какое-то золо, ну и мы должны его остановить, победить и не дать оборваться в наш мир. Волсон. Операция Гибель Зари. Гоу-гоу-гоу-гоу. Визуально чем-то напоминает тот же самый Вархаммер, похоже. Черепа такие, да? Идем мы в бой, последний бой, ждет врага лишь геморрой. Ой, 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 ой. Операция Гибель Зари. Ну что, ребята, похоже, мы начинаем в самом замесе, то есть, получается, обычно в экшен-рпг начинаешь в каком-то небольшом городе. Ну, нас бросают уже в самый замес, в самое пекло и, похоже, это не наш персонаж, а в будущем будет доступен, опять же, наш главный герой. Давай, пошли в атаку. Воу, обалдеть. А, разумеется, вначале нам рассказывают, как атаковать противника, но думаю, что разберемся. У нас есть, получается, две атаки, с помощью которой мы можем кромсать противника и накапливаем боевую ярость. Тогда можем убивать противника просто на раз-два. У нас изначально уже дается прокачанный персонаж, поэтому это, скажем так, такое небольшое знакомство с боевой системой. Ну, и, собственно, нужно понять, как вообще управлять. Хотя мы уже давно прожженные в боях, поэтому думаю, что для нас это будет просто плевое дело. О-о-о, бомбочки еще бросают, обалдеть. Ага, значит, давайте еще буквально пару ударов и противник. Ну тебе, ну тебе. Давай, давай, давай. Неужели, неужели? Обалдеть. Мы тебе всего взлетим. Рааа! Раа! Ох! Ты слышишь? Угу, 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 уху, 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 ху-ху-ху. Бежит, бежит! Я получил тебя! Не знаю, духи, чего только нету, каждая тварь по паре. Но наших главных персонажей-то, похоже, не особо останавливает. Они уже поражённые в боях, поэтому мы спокойно с этим разбираемся. Ооо, парни, давай! Получай, получай! Ооо, обалдеть! Они по ходу движения рассказывают обалденные истории, разумеется, попросту не остаётся времени, чтобы это почитать. Но так иначе, мы, похоже, уже на месте. Солдат, что с тобой? Получай! Давай, 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 давай! Валит! Оставь его! На это нет времени! Пошли! Один! 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 Я не один! Один! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ху! То, что он не один, я уже понял. Ха-ха-ха! у босс похоже обалдеть я самого начала я тебя пожухаю призывает просто куча разных духов жесть а вот похоже он главное персону я не успеваю читать ребята что они там рассказывают потому что во время сражения это такое все увлечение ну и собственно мы продолжаем пытаться выжить потому что противник становится сильнее давай успокойся скоро тебя не станет вот это поворот а чё так можно было что ли горит наш главный персонаж перевоплотился стал каким-то обалденным ангелом и похоже теперь мы можем покончить с этим злом да давай давай получаем блюдок во неужели неужели начинаем его дамажить у нас а по идее уже нету здоровья получается мы можем просто раздавать на раз-два пошли пошли волосын пам 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 м оу Глава первая Дети Хэм Лока А вот, похоже, и наш главный персонаж А, то есть, получается, он вначале упал в озеро Забыл вообще свои навыки И сейчас опять начинаем все заново, да, все по новой Давай, давай, давай Пошли нахер О, неужели Разумеется, у нашего главного персонажа уже нет ни оружия, ни брони толком Давайте пройдемся по панели управления То есть, получается, у нас есть здоровье, есть также мана Есть также камень телепортации Но, опять же, пока телепортироваться попросту некуда Ну и, собственно, нам изначально рассказывают разные обалденные истории То есть, получается, атакуя, мы начинаем восполнять боевую ярость С помощью которой мы можем воспользоваться нашими навыками То есть, получается, если ты маг, ты тратишь на навыки ману А если ты воин, то, собственно, тратишь на это боевую ярость Локация линейная И нас уже поджидает куча просто этих тварей Но у нас есть уже начальные навыки Что, разумеется, очень приятно Помогите, спасите Я не знаю, почему наш главный персонаж переживает Потому что у нас, как бы, оружие есть Навыки есть Почему нет? Почему нет? Просто двигаемся дальше, убиваем крипов, да? И получаем удовольствие, опыт, золото и разные припасы Не очень быстро накапливается боевая ярость Поэтому особо навыками попользоваться не получается Но, как говорится, майма-шумайма И можно также обыскивать разные трупы в поисках, опять же, чего-то хорошего Я не думаю, опять же, что может попасть прямо с самого начала какие-то желтые редкие вещи Хотя, может быть, абсолютно все что угодно Наша задача просто двигаться дальше Пытаться выжить И, разумеется, противники Которые похожи чем-то на голума Не довольны, что мы бегаем по их дому Нам похеру, нам похеру То есть, получается, наша задача просто выбраться Бежишь такой, никого не трогаешь Они вылазят из-под земли И такие Ку-ку, ёпта Братан, здорово О, какие серьезные парни-то, а? Продолжаем, продолжаем раздавать И противника становится все меньше Под натиском нашего оружия О-о-о Ага Обалденные, обалденные бэкграунды Можно постоять и получать удовольствие Но нам остается только двигаться дальше И выбираться наружу Вот, ну и тебе, ну и тебе Пытаются зажать, но местами у них это даже получается Вау, поехали Брутальная девчуля Хе-хе-хе-хе Ты выглядишь очень реально для ночного Что это было? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Вау-хегреаки Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Хора much Ты голов作pper, а не соб Eagles О бит survey Я не знал, что происходит. Я делал мою руку, когда кто-то встал из-за меня, чтобы спасать меня. Я нужна помощь, хорошо. Но я не какой-то демон, богатый. Давай, Вау! О, реально? Проверь это. Ты — это инструмент. Это... не кажется, что демон сказать. Хорошо, вопрос. Тогда договорились. Наши главные персонажи, получается, упали в какое-то озеро, опять же, попали в пещеру. У них нету навыков, у них нету оружия, нету брони, по большей части, да, что было изначально. И, собственно, теперь мы пытаемся выбраться. Она даже думала, что мы демон, но после того, как мы сказали, типа, «Да все хорошо, ты что, ты машина смерти, ты обалденная!» Она такая, «Ну ладно, тогда ладно, тогда хорошо». Обалденный бэкграунд, и не могу ни об этом не сказать. И вдвоем, разумеется, повеселее. Было бы здорово постоянно бегать вдвоем, тогда мы с Тамарой ходим парой, да? Два дебила — это... это силы, разумеется. Ну и противники пытаются, пытаются тщетно нас размотать. Здорово, что она в ближнем бою отвлекает на себя противника, но мы спокойно убиваем его с большого расстояния. Что касается здоровья, получается, есть банки, есть также сферы, но вначале, разумеется, банок у нас пока что нету. И уже появляются какие-то твари посильнее. А, обалдеть! Они пока рассказывают обалденные истории, и я уже... уже убиваю целые орды противника. И чем эта птица опасна? То есть, получается, она мало того, что плюет кислотой, она также после смерти оставляет в себе лужу разных там зловоний, в которые лучше, похоже, не вступать. Я наивно подбираю разные белые вещи, возможно, это понадобится для продажи, черт его знает. О, похоже, уже выбираемся наружу. Не может не радовать. А-а-а! Вау! Красота! Лепота! Ну что, ребята, двигаемся дальше, противника становится все меньше, и мы, похоже, двигаемся в сторону большого города, где можем затарить разные полезные вещи, и тогда опять уже двигаться дальше, да? Э-э-э, вы чего там? Обалдеть, куча просто этих тварей. А-ха-ха-ха! Ну, опять же, по припасам все не очень хорошо. Давайте пройдемся по нашим навыкам. Но, собственно, у нас по навыкам пока все очень печально. Только один навык, не более того. Ну и по оружию. Я даже не знаю, вообще есть смысл надевать это белое. Ну, как бы оно, да, оно получше, но... Ну, лучше найти тоже синее, желтое и так далее. Здорово, парни! Нет, помогать они, похоже, нам не собираются, и здесь уже собралась целая толпа. Разумеется, можно понять и крестьян, потому что над городом уже нависла угроза, и они пытаются пройти в город, но их, похоже, не особо пускают. Ага. Значит, давайте пройдем вперед и попытаемся пройти. Братан, давай! О, это большой город, нам нужно туда попасть. Во, неужели? Парни, разбегаемся. И у нас уже повышение уровня. Морская жемчужина Штромфолд. Здорово, здорово, здорово. Это наш первый город. Первый и последний, может быть. Я, как вы можете заметить, за сюжетом особо не слежу, потому что... Ну, серьезно, читайте в замесе какие-то диалоги, такое все увлечение, и мы открываем свой первый телепорт. Просто куча телепортов нас ждет впереди. Давайте повысим уровень, и тогда уже можем двигаться дальше. Значит, давайте пройдемся. То есть, получается, видите, повышая разные навыки, мы, получается, повышаем сразу несколько характеристик. Допустим, сразу дэмэдж, шанс крита и так далее. Даже не знаю, вообще есть смысл делать упор на дэмэдж, скорость атаки, но, в принципе, здоровье тоже очень важно, потому что выживаемость, она делает такое, да? Давайте вот так сделаем. Два навыка сюда, два сюда, и... нет, давайте по три. Во, разумеется, скорость атаки и дэмэдж, это очень важные параметры. Есть смысл даже... Нет, давайте даже вот так делаем. И немного вкатываем также в дополнительную выживаемость и заклинания. Почему нет? Во, неужели? И впереди нас ждет великая китайская стена из Path of Exile. То есть, получается, то, как это сделано в пое, куча просто навыков, и за счет того, что мы бегаем стрелком, то, получается, нужно двигаться по зеленой ветке. Но сделано немного хитро, потому что, допустим, можно пойти налево, здесь также есть лучник, но чтобы туда попасть, нужно пройти ветку того же мага. Вот. Это специально сделано, похоже, чтобы ты какие-то навыки не использовал. Хотя, черт его знает, черт его знает. Давайте двигаться до чего-то такого полезного, и... Ага, скорость атаки. Почему нет? Ну, опять же, скорость колдовства. Разумеется, глаза разбегаются, хочется прокачать побольше, но навыков у нас, опять же, не так уж и много. Да, да. Так, пойдем, 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 пойдем. Но, думаю, что в будущем прокачаем нашего персонажа и сможем спокойно убивать противника. И на выбор нам дают сразу пару предметов. То есть, получается, в зависимости от того, кем мы играем, можно выбрать... Можно выбрать предмет. Лук получше того, что есть у нас, поэтому спокойно заменяем и давайте впарим то, что у нас, опять же, есть. По деньгам все не очень хорошо, поэтому большую часть мы себя позволить попросту не можем. Давайте не будем заморачиваться с торговцем, опять же, потому что денежек не так уж и много. И следующий торгует, у нас, получается, занимается камнями. Камней у нас нету, поэтому так же пропускаем и двигаемся дальше. Вот, это уже поинтереснее. Опять же, он, видите, дает так же навыки для воина и мага, поэтому это так же надо учитывать. Работают с посохом, с кинжалами, луками, пистолетами. Отключите в сторону указанного, бросьте снаряд замедляющего противника. Тут, получается, можно изначально читать, для кого это предназначено. Давайте эту тему, почему нет? Вот, тут, получается, мы в первую очередь изучаем, потом ставим на панель навыков. Давай. Почти. А, подожди, сюда. Во, неужели? И у нас так же появляется здоровье. Здорово. Да, то есть, получается, за счет того, что у нас нету боевой ярости, мы проверить этот навык пока что не можем. Давайте пройдемся по торговцу, но, опять же, видите, денежек не так уж и много, поэтому я не думаю, что могу себе что-то позволить. Хотя, черт его знает. По идее, все, что нужно, можем добыть в бою. Во, брутальный, серьезный парень. Двигаемся дальше. То есть, получается, по заданию нужно выйти наружу и встретить боль и унижение, похоже. Давай уже, давай. Не пущу тебя. Питомец? Серьезно? Такого раньше не было. Чего? Внимание! Ты не пройдешь! Ты не пройдешь! Эй, братан, ты чего? Давай уже, пока они там поболтают, нас попросту пройти. Дальше мы не можем. Давай уже! Открывай ворота! За счет того, что у нас на одежде появляется силовой щит, то есть, получается, это аналог того же здоровья. Телепорт. Телепорт. Появляется первый телепорт, что, разумеется, так же приятно. То есть, получается, можем возвращаться в наш город, и визуально видно, что граждане уже на измене, потому что силы зла пробиваются, пробиваются до города, и они пытаются попросту выжить. Не можем, не можем им не помочь. Чем, собственно, мы и занимаемся? А вот и телепорт, похоже. А-а-а, давай! Воу! Обалденная тема! Сделал небольшую паузу, хотел поймать муху, которая пытается меня пожамкать, но ничего не получается. Вертка-вертка, что я могу сказать? Ну, так иначе, давайте не будем задерживаться, тем более, что нужно спасти жителей. Силы зла прорываются в город, и мы не можем этого допустить. Опять же, потестируем наши навыки. Давай, давай. Вертка-вертка! Я хочу услышать ее! Сейчас! Скот2, вверх! Скот3, в положение! Впередка! Кок! 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 Это не достаточно. Удаляйте стволы, сейчас! Неплохие технологии, вы видели, да? Плазменное оружие. Чего-то я, похоже, не понимаю, да? Давайте воспользуемся нашими навыками. А, тут, получается, наш главный персонаж отпрыгивает. Не знаю, как это работает. Давайте дождемся. Ну, да, да, наш главный персонаж отпрыгивает и тогда может стрелять с большого расстояния. Опять же, за счет того, что у нас оружие пока еще такое слабое, у нас большинство сражений в ближнем бою, и противник пытается нас размотать. Давайте, давайте. А, нам, получается, нужно защищать это оружие. Противник постоянно появляется, и давайте что-нибудь с этим сделаем. Вот, давайте подрываем бочки. Ага. Но, опять же, противник появляется и появляется, и это не очень приятно. О, горите, твари, горите. А-а-а, всех размотаю. Вот, зажимает и зажимает, а, балдеть. Но за счет того, что у нас есть наши способности, так называемые, да, можем отпрыгивать. И, кстати, когда отпрыгиваем, также наносим немного демеджа. Еще лишний раз я хочу напомнить, что, получается, в зависимости от того, что мы используем, те навыки и прокачиваются. То есть, получается, изначально, какой ты класс выбрал, это, по большей части, не так уж и важно. Главное, кем ты сражаешься, да, то есть, получается, ты можешь начать стрелком, потом взять тот же самый топор, прокачивать своего персонажа. В этом плане. Давайте, парни, держимся, 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 твари появляются все больше. И здорово, что у нас уже заполняется полоска опыта. Еще только половина, но, надеемся на лучшее. Тогда сможем повысить уровень, и эти твари становятся более серьезные, более брутальные. Но где наша не пропадала. Разумеется, отходим от его атак, иначе, иначе не очень приятно, да? О, давай, давай, остается очень мало здоровья. Обалденная, кстати, тема. Можно отпрыгивать, и изначально, знаете, ребята, ты не знаешь, насколько навык хорош. Потому что у него есть, помимо, скажем так, основных действий, есть также руны, которые его могут усиливать, изменять и так далее. И, допустим, если изначально навык кажется тебе не очень приятный, то в будущем он может становиться намного сильнее. Давай, 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 почти, почти. Плазменное оружие, обалдеть. Блях, эти твари появляются и появляются. Парни, стреляй! Это еще что за страшилка? К этому меня жизнь, похоже, не готовила. Давайте пытаемся убить, он и прыгает, и скачет, чего только нету. Обалдеть. Давай, давай, давай. Но, опять же, здорово, что мы сражаемся не одни. Нам также помогают защитники города, что, разумеется, очень приятно. О, какой, лафами, бам, 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 бам. Я не понимаю. Ну, давай. Ладно, видишь, защитники сражаются с этими мелкими тварями, но нам достается вишенка на торте в виде того же босса. У него остается уже не так уж и много здоровья. Я, по большей части, стреляю автоатакой. Но, также надо не забывать про наши навыки. Вау, неужели? Ха-ха-ха-ха-ха. Фу, брутальная, брутальная, серьезная тварь. Обалдеть. Хе-хе-хе. Неужели? Да-да-да, я абсолютно согласен, я молодец, и так далее. Но, так иначе, мы лишились нашего оружия и повышения уровня. Обалдеть. Здорово. Давайте возвращаться назад, хотя, по идее, по идее, по косту нужно двигаться вперед. Не, давайте пройдемся по нашим навыкам. Я уже не помню, по четыре раза, по-моему, я вкидывал. То есть, получается, наша задача сделать так, чтобы наш персонаж стрелял быстро, сильно. И, ну, по навыкам, по-моему, все хорошо. Во, и есть также еще наша огромная панель. Очень-очень хочется многое прокачать, но, к сожалению, мы этого сделать попросту не можем. Ага. Давайте, разумеется, выбирать какой-то навык и к нему двигаться. Вот тоже, кстати, обалденная тема. Урон снарядами увеличивается за счет расстояния. Но, опять же, до него двигаться очень долго, поэтому на перспективу, что называется, да? Во, неужели? Так, и что у нас там по оружию? То есть, получается, видите, мы можем взять оружие ближнего боя и начать прокачивать нашего воина будущего, да? Сопротивление. Но, видите, за счет того, что у нас стрелок, он специализируется на силовом щите, поэтому... Давайте, парни, в азагу! Только вышли с города, и у нас уже встречают куча этих тварей. Но нашему главному персонажу все не помеха. Спокойно разбираемся, да? И в этом плане все хорошо. Разумеется, хотелось бы сбегать в город, затарить оружие получше, но не думаю, что у нас есть, скажем так, припасы в виде золота, поэтому продолжаем наше сражение. Я думаю, что вначале есть смысл подбирать даже обычные белые вещи на продажу, там даже банально на себя одеть, потому что может пригодиться. Ну и уже попадаются редкие виды противника. У нас, видите, ребята, с корабля на бал. Мы только начали, изначально нас забросили в самый замес, теперь бегаем по каким-то лесам, полям, и уже попадаются такие более серьезные противники, хотя, казалось бы, только начали, да? Нас уже кидают в самый замес. Локация более-менее линейная, но впереди нас ждет большую плоту, так что есть, скажем так, где разбежаться. Чем хороши большие локации, что ты можешь бегать, скажем так, и противник тебе не может зажать, то есть, получается, ты можешь отойти назад, вперед и так далее, да? Во! А там впереди телепорт, похоже, да? Че это такое? Не! Ха-ха! О-о-о-о! Крыса, ты чего? Местами по ней очень тяжело попасть, но где наша не пропадала? Давайте также ломать разные там ящики, может попасться что-то хорошее. Видите, в чем прикол? То есть, получается, мы можем прокачивать наши навыки просто используя, да? А может попадаться свитки навыков, мы можем их впаривать и также прокачивать. А-а-а, алтарь еще какой-то, обалдеть! Ну, это, похоже, была плохая затея, появляется просто куча этих тварей. Есть смысл также отбегать, и, как вы можете заметить, что у нас в первую очередь уходит наш силовой щит, поэтому, когда мы прокачиваем здоровье, мы прокачиваем также силовой щит, вот, и в первую очередь тратим его, а потом уже наше здоровье, что, разумеется, очень приятно. Тут, получается, в замесе... Э-э-э-э-э, во-о-о-о-о, здоровье! Ха-ха-ха! Уже здоровье, уже здоровье расходуют наши противники, потому что целая толпа, но, так иначе... Давай-давай-давай-давай-давай! Во, неужели? Ба-а-а! Взрывается, да? Во! Силовой щит восполняется, и это не может не радовать. Но, опять же, похоже, ты не должен получать демэджи, Тогда силовой щит будет восполняться Подбираем разные Разные бесполезные по большей части вещи Но опять же у нас есть навыки Которые мы можем впаривать И потом за эти навыки усиливать наши навыки Вот такая вот тавтология О, все горит и полыхает Давайте, мои хорошие, на этом месте запаузим Пусть наш главный персонаж отдохнет после сражения Ну и прощаемся с вами до следующего видео Если видос понравился, ставьте большой палец вверх Также подписывайтесь на канал Вступайте в группу ВКонтакт Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока